всем доброго вечера дорогие мои вот сегодняшний вечерний ролик я посвящаю на тему опять же ваши комментарии по поводу моих роликов сегодня но я старался в коротком роликах рассказать вам о ситуации то что здесь происходит и но большинство из вас знает конечно и вот санчо панчо под псевдонимом меня это соглашается с этим делом потому что многие знают но есть которые сарказмом контека комментарии пишут разные но я также отвечаю я уже написал вам комментариях что честно говоря я такой человек что я из тех людей которые ко всему готов в этой жизни я никогда за что-то не держусь я никогда не боюсь что-то терять потому что жизненная такая штука что все что нам дается в жизни она дается нам долг как есть такая легенда у одного человека умер сын единственный сын пока его не не было и его жена когда муж пришел вечером ну домой да и она чтобы его правильно подготовить сказали ему так такие слова дорогой говорит аллах забрал у нас то что нам дал в долг и после этих слов он понял что их него сына не стало все что в жизни нам дается это нам дается в долг и жизнь наша в долг и блага нам дается в долг все что мы имеем дается в долг всевышнего и за что-то держаться вопреки воле всевышнего это большая глупость мы не знаем что с нами завтра будет поэтому у русских есть такая поговорка мы предполагаем бог располагает когда-то я еще молодым был у у отца была привычка такая вечно меня упрекать тем что вот он такой дом построил для меня для сына а я мол иногда неблагодарный вот что он так старается что дом построил вот ну вот таким вот этими да я ему однажды сказал отец я говорю возьми этот дом себе не упрекай мне вот этим еще неизвестно я кто в этом доме будет жить сейчас там живут квартиранты а его единственный сынок живет за границей вопреки его воле его желание вот поэтому народ сейчас так обсучился да что невозможно это по комментариям видно вот иногда бывает так и провокационные политические какие-то это как какое у меня мнение будет вот по тем или иным событиям каких-то странах да вот я всегда говорил и говорю свое слово что каждый человек каждый народ достоин своего повелителя мне по барабану где какой народ угнетают потому что этому народу на меня плевать почему я должен об этом думать понимаете время свое тратит мозги свои тратит нервы свои тратит поэтому что происходит все происходит по вы по воле всевышнего вот мы всего боимся в жизни терять отсюда все наши беды в нашей жизни мы всего боимся потерять мы боимся потерять жизнь мы боимся потерять красивую жизнь мы боимся потерять даже просто возьмем вот по комментарии видно вот вы написали что а если начнут отбирать гражданство по потаповано же вот как вы думаете я знаю что это камен мой огород ничего не думаю ну и что ну и что отберут отберут ну конечно вы обрадуетесь конечно вы даже танцевать будете как несколько лет назад когда я тот канал закрыл когда слухи пустили по анталии что меня будут там это самое вы даже в ресторане фуршет устроили шампанское пылью шабаш шабаш ведьм вы сделали и сабаш шабаш ведьм и сук собрались и шампанским во главе с мадам ну и где ваша мадам ну и где вы я как жил так и живу потому что я у меня единственный друг это всевышний понимаете я не за чё не держусь я и молодой год такой был я не задолженности не за должности не держался не за деньги не за красивых женщин я не держался никогда я свободно спокойно отдавал все я даже свои вот это имущество которое у меня это было я которым другие палец о палец не сделали чтобы это мне заработал когда они сказали вот это нам отдай вот я говорю ну возьмите только оставьте меня в покое ну и что и где это имущество и где они эти люди нет ни имущества ничего а сами бараки потому что я что хочу сказать я ни за что не держусь зубами ногами я единственно переживаю за кого-то могу вот например за кота могу пережить вот пережил за кота что он заболел вот так вот и то по воле всевышнего совершенно чужие люди которых я вообще не знал которые мне дружбы не клялись которые мне годами не звонили которых я не возил по отелям которым я не помогал абсолютно чужой человек взяли и помог вот когда машина у меня сломалась тоже мне не помог никто кого я возил на этой машине возил везде а помогли те люди которые вообще никогда меня не видели машины не видели вот я имею ввиду миру в казахстане взяли и помогли всевышний всевышний он всегда есть был и будет а вы не верите ни в бога ни в черта это вы прикидываетесь через каждые три минуты Аллаха говорите на самом деле у вас нет ничего у вас в голове только зависть зло как бы кому-то было плохо даже если кто-то вас о чем-то предупреждает вы говорите бла-бла вот в этом ваша вся беда что вы все говорите бла-бла-бла я вам рассказал что как было а сейчас как стало потому что большинство людей людей вводят в заблуждение понимаете есть такое слово блудняк блудняк вводят понимаете вот а блудняк нельзя людей вводить как есть на самом деле я все беру вот именно вот из группы которая именно вот этими делами занимается там люди описывают ситуации чтобы она не повторилась на вас я поэтому рассказал что сейчас вот так вот сейчас раньше было как человек купил квартиру или арендовал квартиру давали ему ну естественно по аренде по аренде всем давали туристик на два года если кто-то купил на его имя тапу короче ему давали по тапу а детям жене короче давали туристик сейчас нет вот можно ли это исправить вот например ввести в тапу и детей и жену чтобы всем тоже давали но в связи с тем что должна быть покупка не менее 200 тысяч долларов если конечно сейчас переоформлять это или при первой покупке сейчас же за 200 тысяч долларов внести туда детей и жену не знаю возможно ли это не будут ли они говорить то что нет на одного собственника должно быть именно 200 тысяч тогда получается если например двое детей и жена вы должны покупать на 800 тысяч тогда получается за 400 тысяч сейчас по инвестициям за 400 тысяч получить и так на всю семью вот это вот надо узнать это те которые новые сейчас вы правильно написали сейчас мало кто и будет покупать потому что большинство сейчас не особо горят желанием этим потому что жизнь здесь тоже уже как бы это самое стало не 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 для самих жителей тоже времена лавы уже кончилось ребята времена лавы уже кончилось мы написали про пожар да я это выходит у меня в инстаграме вот сейчас вышла Анталия когда там горит там с моря наверное вы это хотели сказать со стороны моря видно что конь алты горит лесной массив короче ну это тоже человеческий фактор кто-то наверное бутылку бросил эффект линзы и все сгорело поэтому предупреждают не бросайте бутылки не бросайте бутылки это не просто так говорится бутылка она сама эффект линзы солнце проходит и горит все а люди бросают молодежь особенно так что но народу там стало очень много сейчас уже я поэтому еще два года назад сразу это понял когда вот эта мобилизация началась когда вот это все после этого объявления вот это СВО вот это когда и народ попер сюда вот вот я тогда уже понял что уже все там уже народ уже кишмя кишела короче говоря я в это время уехал вот но я думаю что все стабилизируется в свое время придет и стабилизируется а вот экономика как стабилизуется я не могу сказать на какие меры пойдет правительство им виднее им виднее им виднее что они будут делать но я сразу хочу сказать я это еще не буду детально вам рассказывать но я думаю кто хочет понять тот поймет что я еще это в 2016 году понял что это будет я еще в 2016 году понял что вот такой будет потому что я говорю еще раз мое мнение такое я вот тоже жизнь живу 62 года уже я сколько смотрел все страны которые кулаком показали в сторону запада да все проблемы в этих странах вот здесь возьмем вот даже далеко уходить не надо вот возьмем обыкновенную Кубу да Куба островное государство вроде бы все там Эфидел Кастро во времена Советского Союза она была почти полностью считает одной из республик даже можно сказать Советского Союза аж с Кубой мы что получали мы с Кубой получали только Советский Союз получал только по моему тростниковый сахар ром вот этот всяк алкоголь кубинский ром если помните в магазинах она полно пылилась у нас в Туркмении его никто и не пил ром негра всякий там так это самое было вот но вот Советского Союза не стало она идет так же по той же это самое проложенной Фиделем Кастро вот там богатые живут? нет там уровень жизни выше? нет нет вот а почему? а потому потому что потому что вот 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 возьмем Сингапур такое же островное государство вот вы сравните с Сингапур с Кубой уровень жизни да никак вот то же самое я считаю что изоляция это очень плохая штука изоляция это очень плохая штука вот вот здесь в Турции большинство и производство и все это самое интегрирование с европейскими странами с западом вот европейскими странами с западом европейская сторона развития была вот но сейчас решили это самое самостоятельность ну самостоятельность видите как через тернии выходит это через тернии тернистый путь самостоятельность это тернистый путь это столько надо пройти вот поэтому я вот сколько смотрел стран которые кулаками показали в сторону запада вот да мы сами с усами и потом раз короче это все и экономика упала и валюта упала и все упала короче а до этого было нормально хорошо было даже я же говорю 2 лиры был доллар почти одинаково было почти одинаково с долларом чуть-чуть лицам и люди даже я же вам рассказывал что люди даже вот я сколько жил там в Анталии да начало вот это 2013-14 годов я начал жить да ой людям пофигу было сколько там доллар стоит они даже не знали что это такое доллар большинство даже руках не держали вот верят хоть не верят я вам серьезно говорю вот приходила соседа дочка работала там уборщицей сезонно и зять тоже работал там в отеле вот она проходила говорила вот мне 10 долларов дали я не знаю с ней что делать мне говорят чаевые дали 10 долларов но я у нее по курсу покупал ну даже ниже курса если 2.10 я говорю на по 2 это я говорю на тебе 20 лир давай сюда она довольна и я доволен что чуть пониже банковского курса взял ей не надо было это ей не надо было это но потому что они знали что это такое иностранная валюта это самое народ и жил нормально народ жил нормально ничего хлеб стоил одна лира одна лира хлеб стоит семи стоило одна лира а сейчас видите обычный хлеб государственного 10 лир 10 раз вот представляете а семи 12-15 лир самые которые люди здесь привыкли испокон веков семитом чай пить турецкий бублик вот представьте 12-13 раз говорят в Стамбуле вообще 20 вот рай вы пишите что в Стамбуле вообще нафиг такие огромные цены установили на аренду на все вот но это Стамбул всегда был деловым городом как мне стамбурский один таксист сказал мужик такой наших годов мошенники говорят всего мира собрались в Стамбуле мошенники говорят всего мира так что там крутится движется все чем-то занят какие-то аферы какие-то склады там склады там кипит жизнь вот там да а в Анталии что кипит ну что там кипит кроме туристов в отелях и они тоже вы правильно написали они тоже уже сейчас не особо бегут по магазинам что-то покупать все дорого потому что раньше было дешево для туристов все равно они могли среди народа покупать приезжать и хитрые были мои основные друзья вот они мне звонили я их забирал где основной народ живет там было 10 раз дешевле чем их сувениры главу тоже самое сувениры те же самые одежды те же самые это а сейчас везде одинаково и там и там это конечно удивительно но как такое могло случиться на все есть объяснение но это политика уже понимаете политика и экономика идут рядом когда-то мой преподаватель говорил я у него спросил я почему политэкономика называется он мне сказал политика и экономика всегда идут рядом вот и все вот так вот а то что сейчас и в НЖ вот такое дело но это тоже по закону так да вот вы же сами сами же ответили на этот вопрос только обладатель этого топу имеет право там не написано что и дети должны получать в НЖ и это нет но получается как тогда там наверняка какие то наверное это есть я не знаю что вот на каждого по 200 тысяч покупать или если когда их писать туда а тогда сумма уменьшится там на одного человека написано покупка там нет вот если инвестировать на 400 тысяч тогда вся семья входит и жена и дети все в том числе и совершеннолетние тоже получает если его дети вот а вот в этом случае нет вот по топу в НЖ по топу она не такой же это самое я же говорю по нему и гражданство я уже вам сказал семь восемь лет считать семь восемь а за семь восемь лет все что угодно можно делать все что угодно сейчас тем более мир вошел в такую фазу что каждый год может быть какие то годы спокойствия прошли уже годы спокойствия зная что завтра будет тот же самый день уже невозможно сказать я уже честно говоря иногда телевизор смотрю включая каждый раз какие то новости каждый раз как это в мире везде еще неизвестно это заваруха чем закончится я честно говоря не знаю еще пока этот заваруха отличается от других заварух которые в мире были это совсем по-другому поэтому нам сейчас не стоит как говорится обсуждать это ВНЖ МНЖ квартиры сейчас не дожили быть бы живым сейчас лишь бы выжить выжить нормально чтобы спокойно достойно вот и не сучиться а то как в уголовном мире говорят есть такое хватит мучиться пора сучиться и вести себя свое поведение как сук вот сучи жизни нельзя надо человеческой жизнью жить человеческой друг к другу отношениям нормальным уважением оскорблением оскорблением ничего не добьешься в этой жизни на верхах на нас смотрят власть имущие и говорят для них эти бараны между собой друг друга грызут и для них это хорошо они как в квартире сидят в театре а мы внизу друг друга хаваем понимаете им пофигу они грибут деньги число миллиардеров растет в мире вот даже там где идет война там число миллиардеров растет а число коллег увеличивается число сирот увеличивается число вдов увеличивается мы на это не смотрим понимаете мы между собой грыземся друг другом разбираемся понимаете мы друг другом готовы друг другу горло всепиться я еще раз говорю я никогда не боялся чего-то терять потому что я знаю что это все что мы имеем это данное нам всевышним долг и наша жизнь все остальное тоже за что-то степляться держаться вот так руками ногами нет это ничего не ничего не выйдет и все надо воспринимать так да ладно все ну значит это самое что теперь пойдем другому дому я лично могу выжить везде вот в Сибири могу выжить вот в Африке могу выжить а вы сможете я не думаю вот вы большими деньгами там привыкли жить а я могу малыми вообще без денег могу жить спокойно и хорошо не причиняя при этом никому ни зла ничего ну так что я вот такой человек ребят я никому не завидую никому я не завидую я еще раз говорю я за жизнь даже не держусь и если придет с косой вот у нас называется Джебраил придет я скажу здравствуй ну наконец-то мне даже мои друзья говорили ты вечно спокойно уверенный улыбаешься ты наверное на расстрел тоже будешь улыбаться я говорю конечно от того что я буду плакать унижаться от этого расстрела отменят что ли нет так лучше я своим палачам лицо буду улыбаться пусть им потом я буду сниться ночами мы за все боимся мы трусы трусами стали понимаете трусы вот такие вот друг друга оскорблят грызть с друг другом всякие вот такие намеки бросать всякие да я все понимаю я любой малейший это понимаю вот поживите с моего тогда вы тоже таким же будете но навряд я не думаю что это большинство из вас здесь мамочки папочки тёточки дядочки вот жёнышка богатая со связями а мне никогда этого не было ладно всем спокойного вечера хорошего настроения ребята пока